Завтра во Всероссийский день библиотек в читальных залах Новосибирска пройдут дни открытых дверей для жителей города и области. Сегодня библиотечные сотрудники в торжественной атмосфере принимают традиционные поздравления. На мероприятие побывал и наш корреспондент Елена Медведик. Библиотеки нужны или нет? Пришло время книг или чтение не в моде? Сегодня библиотекари принимают поздравления с профессиональным праздником и обсуждают проблемы. Библиотеками, муниципальными библиотеками города и области за 14 год обслужено более миллиона читателей. Это впечатляющая цифра, согласитесь. Это главное для нас. Библиотеки посещаемы, любимы, они развиваются. В зрительном зале представители муниципальных, публичных, школьных и даже районных библиотек. Министр культур Новосибирской области Василий Кузин вручает грамоты, благодарственные письма и цветы. Сейчас специалистов беспокоит пополнение книжных фондов, недостаточное финансирование, не хватает нового оборудования. Еще один наболевший вопрос – дефицит краеведческой литературы. У детских библиотек свои трудности, им необходимо расширять комплектование. Хотелось бы, чтобы семейное чтение действительно продолжалось еще дальше, чтобы родители тоже для себя что-то могли взять. Для родителей у нас сейчас только полное собрание сочинений. У нас нет ни газет, ни журналов, которые бы взрослые могли взять с собой или посидеть в читальном зале, почитать, пока дети заняты. Из достижения этого года журнал «Сибирские огни», печатающий произведения местных литераторов, оцифровали. Теперь можно не листать подшивки, а увидеть тексты на экране компьютера. И не только в мегаполисе. Сейчас на 100% подключена каждая маленькая библиотека к интернету, оборудовано место для пользователя, есть многофункциональные устройства копировальные. То есть, вот такая услуга. Человек, находясь даже в маленьком селе, он все равно может прийти в библиотеку и получить услугу, так же, как и пользователь, который придет, допустим, в библиотеку хорошую в Москве. День библиотек – это не только профессиональное событие, но и праздник для читателей, особенно в год литературы. Елена Медведик, Константин Минин, Новости ОТС.